Добрый день, участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. Вашему вниманию предоставляется разбор заданий кабинета «Биохимия». Максимальное количество баллов, которые могли получить участники на данном этапе – 50 баллов. Задание было посвящено изучению процессов гликогенолиза в гомогенате скелетных мышц. Гликогенолиз – это внутриклеточный процесс расщепления гликогена до глюкозы-6-фосфат для его дальнейшего использования в процессах энергетического обмена. И в качестве исходного материала были взяты материалы скелетных мышц. Соответственно, это то место, где наибольшее происходит место хранения гликогена. Ваш кабинетный тур состоял из трех заданий. На этапе выполнения первого задания было необходимо построить калибровочный график, исходя из исходных данных, и на основе его провести заполнение таблицы. Соответственно, таблица, как вы видите, представляет из себя необходимо было внести в пустые ячейки значения, и, соответственно, эти ячейки, как вы видите, эти значения окрашены разным цветом. Значение окрашивания разными цветами подразумевало оценку точности выполнения этого задания. Для ячеек, значения которых окрашены синим цветом, оценивались и принимались как верными только точные значения, и они оценивались по 0,1 балла. Зеленые значения соответствовали построенным графикам, и за них можно было получить 1,8 балла, соответственно, по 0,3 балла соответственно. При этом допускались отклонения 5, 10 и 20% от предполагаемых в ответе значений. Если отклонение составляло плюс-минус 5%, то выставлялся полный балл. Если плюс-минус 10%, то 0,2 балла. Если плюс-минус 20%, то 0,1 балла. Если же отклонение составляло более 20%, значения не учитывались. Далее красным цветом были отмечены значения, которые уже оценивались только до двух знаков после запятой и только точные значения. Эти значения вы могли получить путем расчетов, о которых я расскажу чуть дальше. Каждая такая ячейка оценивалась в 2,2 балла. Итого 4,4 балла. Правильно заполненная таблица, максимальный балл ее оценки составляет 0,8 балла. Второй частью задания это было необходимо построить, даже первой, может быть, первой частью, необходимо построить калибровочный график, который оценивался максимально 6 баллов. Соответственно, эти баллы мы могли получить, достаточно выполнив следующие условия. Ось Х, ось абцисс, должна была отмечена как содержание глюкозы в пробе, но никак не концентрация, поэтому те, кто писал слово «концентрация», оценивалась в 0 баллов. Один балл можно было получить, если были указаны, что это содержание глюкозы, ее величина, и, соответственно, нанесены оси, соответствующие деления, соответствующие критериальные значения. Ось У – оптическая плотность при длине волны 490 нанометров. Допускались также и иные значения, определение ОП, оптическая плотность, Д и так далее, как вы видите на экране. Также можно было получить 1 балл, если все значения были нанесены в соответствии с требованиями, то есть выдержан масштаб. Калибровочная прямая оценивалась, могла получить оценку до 4 баллов, если на ней были выставлены все точки, в данном случае экспериментальные точки отмечены крестиком, и эти точки, соответственно, были нанесены, и по ним было построено, было проведено заполнение вот этой вот таблицы. Поэтому здесь допускалось некие отклонения, о которых я говорила дальше. Соответственно, как получалось значение, которое представлено в этой части таблицы? Они допускались прутем расчетов, и, соответственно, брали среднее арифметическое по строкам таблицы 7 и 9, это зеленый шрифт, это 0,45, умножали на 2, потому что объем внесенного гомогената был 0,5, соответственно, миллилитра. А расчет у нас проводился, как вы видите, вот здесь вот миллиграмм на миллилитр, и, соответственно, нам нужно было умиличить на 2, и, соответственно, мы получали значение 0,9. После инкубации брали среднее арифметическое по строкам 10, 11 и 12, что составляет 0,36 миллиграмм, умножали на 2, опять-таки потому что это причина перехода от 0,5 миллилитра к 1 миллилитру, заявленному в таблице. Ну и далее проходил расчет по пропорции. В 1 миллилитров 0,90, и, соответственно, это 180 миллимоль глюкозы, значит, в 100 миллилитрах в 100 раз больше, это 0,5 миллимоля. Соответственно, выполнив эти расчеты до и после инкубации по таким примерам пропорции, вы могли получить за каждый правильно выполненный расчет по 2 балла. Далее, завершая выполнение первого задания, вы должны были написать, что какой результат мы получаем при расщеплении глюкозы в этих условиях, и здесь допускался вариант лактат или молочная кислота, и, соответственно, вы могли получить 1 балл, ну и ответить на вопрос, сколько молекул глюкозы образует эта кислота, и, соответственно, это получается 1 балл. Второе задание, которое оценивалось в 15 баллов, также состояло из нескольких частей. Первое, что нужно было сделать, это оценить среднее значение миллилитров натрию АЖ для того, чтобы провести реакцию. Соответственно, среднее значение вы определяли путем сложения вот этих вот объемов раствора натрию АЖ и деления на 5. Здесь многие совершили, к сожалению, ошибку, потому что не выполнили условие, которое было заявлено в задании. Вам необходимо было привести значение с учетом одного знака после запятой. Соответственно, те, кто писал 6,03, ну, наша комиссия была единодушна и приняла решение засчитывать, но только лишь 0,5 балла, а не 2 балла, как это было заявлено в соответствии с критериями Центральной предметно-методической комиссии. Соответственно, концентрация кислоты, среднее значение умножаем на 5, опять-таки нужно было привести только целое значение, которое соответствовало 30. То есть 6 умножить на 5 – это 30. Далее, соответственно, в кислоту превратилось 30 мм кислоты, умножаем на 0,1 литра, и, соответственно, мы получаем 1,5 мм. Вот эти 1,5 мм целое значение должно быть записано в ответах. И, соответственно, образовалось 3 мм кислоты из свободной глюкозы 0,2 мм, из гликогена 2,8 мм, и, соответственно, вот эти значения вы могли поставить, получив, соответственно, по 2 целых балла, итого 4 балла. И в процессе всего гликогена в гомогенате было у нас с вами нужно было рассчитать, сколько же у нас осталось, и это значение оказалось равное 56%. Соответственно, 56% имевшихся мышц гликогена превратилось в… было израсходовано. Почему процесс был остановлен, почему не происходило дальнейшие процессы превращения? Это связано, что происходило либо накопление молочной кислоты, лактата, либо допускалось неуказание, какой конкретно образуется кислота и где происходит… То есть происходит закисление среды. Ну и третье задание. Необходимо было провести расчет числа оборотов ферментов фосфорилазы. Исходя из тех данных, которые были представлены в задании, они здесь представлены. Как мы видим, микрограмм и микрограмм, они могут быть сокращены, и, соответственно, у нас получалось значение 6 тысяч на 10 минус 1 оборотов в минуту или 6 тысяч оборотов в минуту, или на 6, 10, прошу прощения, в третий оборотов в минуту. Вот такое значение можно было поставить и, соответственно, получить 5 баллов. Продуктом реакции в данном случае, той продуктом реакции, которая в дальнейшем потом бы вступала в процессы окисления, у нас является глюкоза-1-фосфат. Поэтому выбрать правильное значение мы должны были поставить вот в этом столбике таблицы. Ну и далее также были, скажем так, простые расчеты, которые позволили бы определить, какие значения нужно было поставить сюда. Соответственно, сколько удельная активность фосфорилазы, то есть сколько она в минуту расщепляла и, соответственно, сколько она расщепляла на 1 мг фермента. Опять-таки необходимо отметить, что оценивалось только лишь два знака после запятой. Ну и всего белка у нас с вами было 20 г, соответственно, 20% или 4 г, или 4000 мг у нас с вами израсходовалось. И, соответственно, фосфорилаза у нас отработала и, соответственно, обработала только 0,02%. То есть по заданию нам нужно было поставить 0,02%. Это общее количество белка. Обращаем ваше внимание, что все эти цифры, они выделены красным цветом, поэтому за правильный ответ принимались только точные значения. Спасибо вам за участие. Благодарим. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...